Всем привет, с вами Евгений. Сегодня мы с вами будем делать одно из заданий к части Schreiben из экзамена B1 Goethe-Institut. А именно, мы будем с вами писать неформальное письмо другу. Наше задание состоит в том, что мы должны, по сути, написать письмо, в котором у нас будет не меньше, я вот считаю, что лучше так себя настроить, не меньше 80 слов, но при этом не слишком сильно больше. И самое главное в этих заданиях – это пункты, по которым нам нужно пройтись. Обязательно, чтобы каждый пункт был так или иначе отражен в нашем сочинении, в нашем письме. Если будет грамотная структура, и если будут все пункты, даже учитывая, может быть, какие-то огрехи с точки зрения, я не знаю, грамматики или пунктуации или написания слов, то все равно вы получите проходной балл. Это я вам гарантирую. Ну, а мы для начала давайте просто внимательно, самое главное – это делать очень внимательно и четко, прочитаем задание. Sie hatten streit mit ihren Eltern. У вас была ссора с родителями. На самом деле, вот это задание, оно, ну, не самое типовое, честно говоря, не самое типовое. Но, тем не менее, очень интересное, поэтому я решил его с вами здесь разобрать. У вас была ссора с родителями. Schreiben Sie Ihrem Freund oder Ihrer Freundin darüber. Напишите своему другу или своей подруге об этом, о вашей ссоре. Beschreiben Sie, was war der Grund für den Streit. Опишите, в чем была причина спора. Begründen Sie, warum streiten Sie manchmal mit Ihren Eltern. Объясните, почему вы иногда спорите со своими родителями. Bitten Sie Ihren Freund, Ihre Freundin um einen Rat. Попросите совета у вашего друга или у вашей подруги. На самом деле, вот это задание с точки зрения содержания, оно очень простое. Нам, по сути, нужно просто какой-то придумать спор с родителями, указать на некий объект спора, на причину спора, вообще из-за чего все это началось. Ну, и еще пару слов обронить вообще. Мы часто там или не часто ссоримся. Я, по крайней мере, вижу это так. Ну, и в конце задать стандартный вопрос. Пожалуйста, помоги мне, дай мне какой-нибудь совет. Советы здесь мы просим довольно часто, поэтому вот эту фразу, которая у меня здесь будет в письме по поводу помощи и совет, ее просто можно выучить. И пихать практически там, ну, я не знаю, это, конечно, не каждое второе, но каждое третье письмо или каждое четвертое надо просить совет. И нам здесь экзаменаторы еще раз напоминают самые основные вещи, которые нам нужно писать. Нам нужно писать имейл. Именно вот в этой форме нам нужно писать все три пункта, которые у нас выше представлены. И нам нужно очень внимательно следить за тем, чтобы четко было приветствие, введение, описание ситуации. Четко, чтобы мы описали все три пункта и грамотно завершили, то есть mit Freundlichen Grüßen, там имя, фамилия. Итак, поехали, читаем мой пример. Lieber Daniel. Дорогой Даниэль. Запятая, потом обязательно с маленькой буквы. Ich brauche deine Hilfe. Мне нужна твоя помощь. Ich hatte Streit mit meinen Eltern. По сути, вот у нас вообще, почему мы ему пишем? Потому что мы ищем его поддержки. И мы сразу здесь как бы описываем суть нашего письма. Я обычно вот в этих неформальных письмах стараюсь не ставить таких вопросов, типа там, как дела, как поживаешь и прочее, прочее. А всегда перехожу сразу к делу, потому что на самом деле это очень по-немецки. Вы видите, на самом деле немцы даже толком не приветствуют своего. Ну, приветствуют, но вот не так формально и не так, как мы. То есть мы говорим там, привет, имя, да, это у нас отдельное предложение. И потом мы уже начинаем свою мысль. А у них суть письма, соль, как бы вот тема, почему я тебе пишу, она у них чаще всего уже в самом первом предложении. Нам нужно четко дать человеку понять, что мы от него хотим. И поэтому, дорогой Даниэль, и вот почему мы ему пишем? Потому что нам нужна его помощь. Поэтому я сразу перехожу к сути. И я нужна твоя помощь. Я поссорился с родителями. И помните, сначала нам нужно поговорить о грунт, о причине. Причина была банальной. И заметьте, вот у нас здесь тоже по-русски будет то же самое. Причина была банальной, потом двоеточие. Мы раскрываем причину. Но в русской пунктуации после двоеточия, особенно вот в таких случаях, у нас всегда маленькая буква. А в немецкой всегда большая. Запомните это, пожалуйста, раз и навсегда. В данном случае у нас система немножко отличается. Поэтому der Grund war banal. И несмотря на то, что sie, это у нас не вы, не уважительная, а sie, в смысле они, в смысле родители, я написал это с большой буквы. Именно из-за двоеточия. То есть причина была банальной. Что это была за причина? Sie haben mir zum Geburtstag kein neues Handy gekauft. Они мне на день рождения не купили новый телефон. И дальше я пытаюсь описать суть спора. Ну не купили и не купили. Ну в чем же здесь вообще может быть проблема? А я описываю, да, почему это меня так сильно расстроило. Ich habe meinen Eltern hundertmal erklärt. Я своим родителям сотню раз объяснял, warum ich ein Smartphone brauche. Почему мне нужен смартфон. Заметьте, слово смартфон у нас заимствованное. Оно заимствовано из английского языка. Соответственно, множественное число у него будет смартфонс на s. И как вы видите здесь, наверное, из того, что нет у артикля окончания, das smartphone. Это у нас средний род. В немецком языке такая вещь. Даже если слово заимствовано из английского языка, вы никогда не знаете на 100% какого рода. То есть, например, смартфон. Заимствованные слова. Смартфон среднего рода. Так может быть все слова заимствованы из среднего рода? Давайте подумаем. Например, слово computer. Тоже пишется по-английски. Давайте его напишем. Тоже явно заимствованное. Произносится даже по-английски. Но при этом какой у него род? Dear computer. Мужской. Еще одно слово. Например, laptop. Ноутбук. Тоже абсолютно похожее слово на смартфон, компьютер. Вот, например, от слова computer множественное число de-computer. Совпадает с ним, с единственным. Так как обычно существительные мужского рода немецкого языка на year. Но мы можем подумать. Окей, компьютер это исключение. А смартфон и лэптоп, они уж наверняка оба среднего. Ничего подобного. Does smartphone. Но в первую очередь все-таки говорят does laptop тоже допустимо. Но все-таки более правильным является здесь мужской род. Their laptop. Ну и последнее слово, которое давайте возьмем для примера software. То же слово взятое из английского. Окончивается на букву е. Как слово smartphone. Software. Ну, может быть, оно все-таки как и смартфон будет среднего. Does smartphone значит does software. Логично. Логично. Но какого рода слово software? Думаете, мужского? Нет. Слово software в немецком языке вообще женского. Die software. Почему? Я не могу вам сказать почему. Вот потому что в немецком языке так вот ставится рода. Представляется к словам. Часто непонятна логика. Почему мужской, средний или женский. Ну, по крайней мере, мне непонятно. Какой мы из всего этого делаем, к сожалению, неутешительный вывод? Да, в немецком языке есть определенные закономерности какого рода то или иное слово. И этих закономерностей на самом деле достаточно много. То есть, ну, наверное, я могу сказать, что все-таки большинство существительных в немецком языке, производных от чего-то там, с суффиксами с каким-нибудь, у них род слова, ну, определяется логически. Хотя, может быть, все-таки это не большинство. Но, в общем, есть море бескрайних слов в немецком языке, у которых невозможно определить род. Ну, просто невозможно. Если ты не знаешь, то ты просто не догадаешься. Никогда. Поэтому, в частности, учим, что у нас будет das Handy и das Smartphone. Если вы хотите больше примеров подобных неформальных писем, то я очень советую вам обратить внимание на мой курс подготовки к письменной части экзамена. Так выглядит страница моего курса, ссылка на нее будет в описании под видео. Курс состоит из пяти неформальных писем, пяти сочинений по типу ответ на форуме и восьми формальных писем, которые чуть поменьше по объему. Все тексты курса мне очень захотелось в этот раз разнообразить иллюстрациями. Например, в этом задании речь идет о том, чтобы пригласить друга на фотовыставку. В этом задании студент по обмену едет к нам жить. Но это иллюстрация к формальному письму, где мы отказываемся от встречи, мотивируя это тем, что нам нужно отвезти ребенка ко врачу. Восемнадцать текстов, которые позволят вам беспроблемно написать письменную часть экзамена B1 и восемнадцать иллюстраций к ним, которые помогут лучше запомнить содержание моих примеров. Ну а мы возвращаемся к нашему письму. И я думал, что они меня вроде как поняли. И вот вроде как, потому что это на самом деле-то не поняли. Я думал, что поняли. Вот здесь вот в принципе хорошо бы использовать конъюнктив. В данном случае даже не для вот этого бы, а для передачи такой, ну субъективности, субъективности мнения. Я так ждал своего дня рождения. И что я в итоге получаю? Ein Т-ширт и новые шуи, футболку и новые ботинки. Я был так разочарован. Я не могу родители моих за это простить. Пожалуйста, напиши мне как можно быстрее обратно. Хотя по-русски, конечно, это не звучит. Напиши обратно. Ну то есть ответь мне. Ответь мне как можно скорее. Вот такое письмо. И у нас получилось девяносто два слова. Ну, немножко больше, чем восемьдесят. Мы вышли за рекомендуемое количество. Ну, вот так вот немножко выходить в плюс. Там восемьдесят пять, девяносто. Я считаю, что это прям замечательно. То, что надо. На что я здесь хочу обратить обязательно внимание. Тема дня рождения, она часто в экзамене так или иначе всплывает. Поэтому кому-то что-то на день рождения дарить, покупать и так далее. Е мандим датив. Цум гибротстаг. Этвас кауфен. Кому мы покупаем в дативе. Что мы покупаем? В данном случае у нас телефон в аккузативе. А на день рождения это всегда устойчивое. Цум гибротстаг. Объяснять кому-то что-то. Хороший глагол. Е мандим. Этвас. Эрклирен. Их хаабе кому? Датив. Моим родителям сотню раз рассказывал. Их хаабе meinen эльтан хундатмаль эрклят. Вот это вот слово «маль» тоже очень нужное, важное, часто употребляемое. Оно дословно переводится как «раз». И очень часто можно его совместить с каким-то другим числительным. Например, в одно слово «айнмаль», «зваймаль», «драймаль», «фирмаль». И в том числе можно сказать «хундатмаль». Вот так вот одним словом, как я здесь написал. Сто раз. Сотню раз я им объяснял, warum ich ein smartphone brauche. Заметьте, пожалуйста, дальше. Я им объяснял что? Я им объяснял, почему мне нужен смартфон. Здесь у нас, несмотря на то, что вопросительное слово вроде как в начале, но оно в данном случае не является вопросительным, потому что у нас после него не вопрос, а зависимое предаточное. Я им объяснял что? Почему мне нужен смартфон? Это зависимое предаточное, дополнительное. И поскольку это зависимое предаточное, а в немецком языке вот в подобных предложениях всегда очень четкий порядок слов, и этот порядок слов называется глагол в конец. Warum? У нас здесь является союзом, который всегда в таких случаях ставится сразу после запятой и никак иначе. Потом после союза всегда идет подлежащее, warum ich, и brauche, почему я нуждаюсь, почему мне нужно, идет всегда в самый конец. Ну и в данном случае у нас всего одно дополнение, ein Smartphone, который у нас поместился в серединку, вот сюда. Дальше в неформальном письме после глаголов denken, meinen, finden, sagen, fragen очень часто, если мы хотим еще какое-то дополнительное предаточное дать, но при этом если у нас das там, то есть я думаю что, я говорю что, я считаю что, полагаю что, вот в разговорном ключе, если мы пишем, то это das, вот это что немецкое, оно почти всегда опустится, его не будут говорить, и поэтому я не пишу здесь, ich dachte, dass sie mich verstanden hätten, а просто, ich dachte запятая, а потом как новое предложение, sie hätten mich verstanden, без всяких das, без глаголов конец, это тоже очень важная вещь. Здесь на самом деле в каждом предложении кроется что-то прям действительно нужное, важное, на что делают ошибки. И вот в следующем предложении, я так ждал своего дня рождения, здесь очень часто люди забывают предлог auf, потому что у нас расходятся, мы по-русски говорим ждать кого чего, родительный падеж, а по-немецки warten auf, аккузатив, вот такое управление у глагола warten, когда мы чего-то или кого-то ждем, всегда нам нужен предлог auf, например, я жду тебя, Ich warte auf dich. И так далее. Дальше. Und was bekomme ich dann? И что я тогда получаю? Dann, это одновременно и тогда, и затем. В принципе, здесь можно и тогда, имеется в виду в тот момент, когда у меня день рождения наступил, что я получил тогда. И dann, затем. То есть вот я ждал, ждал, и затем, что я получил. Здесь как бы, видите, так забавно, что у нас это слово, оно может значить и то, и то. А в данном случае по контексту оба подходят, оба значения подходят. Поэтому, как хотите, так и понимайте. Но не суть. Значит, что ему в итоге подарили мне? Подарили на день рождения. Ein t-shirt, футболку. Und neue schwe. И новую обувь. И в данном случае не видно, что это у нас аккузатив. Но если бы на что-то здесь было мужского рода, почему не видно, что аккузатив? Потому что t-shirt, das t-shirt, средний род. А schwe, die schwe, множественное число. А schwe, die schwe, die schwe, die schwe. А что в среднем роде, аккузатив и номинатив совпадают. Но если бы здесь было что-то в мужском роде, там, где номинатив с аккузативом не совпадает, то у нас здесь был бы аккузатив. Почему? Ну, потому что мы продолжаем предыдущую мысль. Что я получу? Я получу, винительный падеж, футболку, точнее, я получил, что? Футболку и новую обувь. Вот очень важное правило, тоже в немецком языке. Если мы по-русски в отдельном предложении сохраняем управление, то есть не ставим что-то существительное какие-то в номинатив, а оставляем их в том падеже, который зависит от какого-нибудь глагола, который был в предыдущем предложении, то в немецком языке всегда будет то же самое. Надеюсь, я понятно объяснил. Поехали дальше. Очень классное предложение. Вот можете прям это запомнить как нечто абсолютно устойчивое. Я не раз слышал, как немцы именно эту фразу говорят. Ну, я до такой степени был разочарован. Я так был разочарован. Просто ужас. И вот это именно то словечко, которое очень здорово усиливает что-то негативное, вот в частности, очень здорово усиливает вот это вот прилагательное enttäuscht, enttäuscht sein, быть разочарованным. Ну, и дальше немножко, может, категоричная фраза, но тем не менее, ich kann es meinen Eltern nicht vergeben. Я не могу этого своим родителям простить. jemandem etwas vergeben. Прощать кому-то что-то. Здесь управление у нас, как и по-русски, в общем, ничего сложного. Дальше. Всегда, когда у нас наш вопрос подразумевает то, что нам дадут совет, в немецком языке это всегда, всегда запомните это, пожалуйста, это очень важно. Это всегда глагол zohlen. Что мне делать? Здесь у нас в русском предложении нету никакого намека на модальный глагол. Но в немецком языке подобное предложение. А что мне ему подарить? А что мне делать? А куда мне идти? А как мне быть? Куда бежать? Когда мы просим совет, в немецком всегда эти вопросы формируются с помощью модального глагола zohlen. Ich brauche deinen Rat. Мне нужен твой совет. Питер, schreib мне зашнель вимоглих цирак. Ну, здесь, в общем-то, все понятно. Здесь уже нечего комментировать. И mit freundlichen grüssen Ulrich здесь самое главное не ставьте запятую. И если это неформальное письмо, то можете просто написать имя. Но если это формальное письмо, очень важно не забыть, потом у нас будут задания такие. Там надо написать и имя, и фамилию. Например, там Ulrich Nielsen. Я здесь все время разные имена придумываю, просто мне так веселее. А вы, конечно, всегда можете писать свое. Но если вы на экзамене напишите вымышленное, то вам тоже на это никто ничего не скажет. Это абсолютно не важно. Вы своим собственным именем подписываетесь или вымышленное какое-то даете. Действительно, это на оценку не влияет. Ну вот и все, что касается неформального письма. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Еще раз напоминаю, что у меня на сайте есть курс по подготовке к письменной части экзамена. Да не только к письменной, на самом деле и к устной. Продаются они отдельно. У каждого курса есть какой-то набор бесплатных материалов, с которыми можете ознакомиться перед покупкой. Поэтому делайте это, взвешивайте за и против. Если вам нужно, если вы чувствуете такую потребность, то покупайте мой курс. Я, конечно, буду вам за это очень благодарен. Потому что, конечно, как вы понимаете, продажи курса это, в общем-то, главный источник финансирования вообще всей моей деятельности на YouTube, моего канала. Поэтому те, кто покупает мой курс, они не только хорошо сдают экзамен, они еще и поддерживают меня, мой канал, за что всем огромное вам спасибо. Ну а на этом я прощаюсь. До скорых встреч. Auf Wiedersehen. Tschüss. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok